На месте. И сейчас передадим Альберту то, что нашли. Манифест коммунистической партии Карла Маркса. Один из самых влиятельных политических документов. Интересно, что бы он сказал о классовой борьбе сейчас, в нынешних обстоятельствах. Спасибо, Эйден. Боюсь, мы еще не нашли для тебя новых, достойных внимания коллекций. Но будь на связи. Я сообщу, как только что-нибудь найдем. Угу. Ну, все, как и говорил. Все. Подожди, в смысле все. Я там Маркса принес. Вообще, если че так... Неинтересно? Блин. Ну ладно. Нам же сообщат, да? Альберт, ты не забудь, я еще книжек принесу. Так, идем к нашим друзьям теперь. К друзьям-товарищам. Погодь. Хотя тут бы появилось бы задание, я думаю. Погодь. В темной зоне. Ты сраженный и так не кричат. А как они кричат? Здесь вообще закрыто. Блин. Ладно. Мне даже стало страшно. Мм? Ммм. Джек и Джо нас ждут. Чуть-чуть не хватило. Просто я пока продолжение не знаю, что делать. Ну ладно, Джек, Джо, здорово. Я принес самогон, что вы просили. Наконец-то. Надеюсь, он поможет. О, еще так. Спасибо. Только не попадитесь с ним, а то вас выпарят. Теперь они могут идти нахер. Почему это? Неважно. Спасибо тебе. Удачи, Пилигрим. И вам. Мне кажется, им нужен самогон. Либо для того, чтобы подкупить кого-то. Либо для того, чтобы устроить здесь. То есть мы помогли сейчас по факту бандитам. С оружием. Они могут коктейльчик какой-нибудь сделать. Ну, мы посмотрим, что будет. А так, ребят, давайте, короче. Было интересно с вами пообщаться. Думаю, мы больше... Уже не сможем им помочь, потому что если они что-то сделают, то, скорее всего, уже не мы будем с ними общаться. Так, ладно, что теперь мы общаемся с кем? Ночь. Сделай что-нибудь полезное. Да, я пришел делать кое-что полезное. Мэтт сказал зайти к тебе. Да, он сказал отдать тебе это. Маленькая награда за помощь миротворцам. Уэф-фонарик. Он тебе пригодится. Спасибо. Он что-то говорил про план. Телебашня. Теперь, когда зажегся свет, мы используем антенну для призыва к мобилизации. Но сначала нужно попасть наверх. А это долгий путь. Что ты хочешь знать? Расскажи мне о радиостанции на Телебашне. Это самое высокое здание в Велидоре. Когда-то она была символом величия города. Ныне она символ его упадка. О чем это ты? Эта антенна сможет вновь объединить город. Но кто знает, что ждет того, кто захочет вновь ее подключить? Явно ничего хорошего. Именно. Спасительный маяк и смертельная ловушка. Надеемся, в этот раз все будет иначе. Хотим осветить ее уфэшками. Почему там так опасно? Похоже, внутри гнездо летунов. Крупнейшая темная зона в округе. Как-то бегуны пытались ее зачистить. Хотели использовать антенну, чтобы объединить всех выживших. Дать людям надежду. Но они так и не смогли подобраться к антенне. Как итог, все бегуны уничтожены. Ну, не все. Двоих мы как минимум знаем. Даже получается больше. Уничтожены. Все бегуны до единого. Дело вот в чем. Фрэнк все точно спланировал. Но чтобы все получилось, нужны были все. Все бегуны. Но он не сработал. Но некоторые были несогласны. Фрэнк надеялся, что они подоспеют вовремя. Но некоторые так и не пришли. План провалился. Это было ужасно. Тем, кто той ночью по рации слышал крики бегунов, до сих пор снятся кошмары. Что случилось с группой, которая отказалась пойти? Распалась. Все разбежались. Тот, кто их возглавлял, был объявлен предателем. С тех пор бегуны превратились в позорное воспоминание. Хватит окунаться в прошлое. Прямо сейчас нас ждут важные дела. Угу. Ладно. Вперед. Лампы на месте? Нет. Если бы Хуан из снабжения хоть раз выполнил свою работу. А он не выполнил? Вот уже несколько дней он играет со мной в прятки и опаздывает. Бесит меня. Так что найди Хуана и узнай, в чем дело. А когда найдешь, устрой ему взбучку. Скажи это от меня. Окей. Ой, что-то... О, чертеж ОФ-фонарь. Что там? Новый инструмент ночного бегуна. А, так что мы ночные бегуны? Вы получили ОФ-фонарь. Он позволит вам отгонять и ослаблять всех зараженных, особенно разносчиков и прыгунов. Чтобы использовать ОФ-фонарь, возьмите его, нажав влево, да? А затем удерживайте Л2. Как-то неудобно. А, неудобно. Это же... Ну, я думал, надо удерживать. Окей. Следите за зарядом фонаряк. Когда он достигнет нуля, вам придется подождать его восстановления. Светите на зараженных ОФ-светом, пока они не упадут. На несколько секунд они станут уязвимы. Используйте эту возможность и нападайте. Ммм. Интересно. Даже очень хорошо. Где он там? Давай его поставим вместо пока что вот этого, наверное, да? Раз он в инструментах. Обычный инструмент ночного бегуна. Первый уровень. Останавливайте. Отпугивайте и ослабляйте. Угу. Максимальная энергия 6 секунд. Время перезарядки 18 секунд. Размер конуса маленький. Эффект вспышки нет. Значит, эффект вспышки... А, во. Он с ОФ-факелом сравнивается каким-то образом. Хм. Ну, у нас ОФ-факел... Че он дает вообще, кстати? Ну, у него никаких вспышек нету и... Ну, да. Так, окей. Где? Подожди, я че не поставил? Или че? Или как это? Надо, надо было... Вот это вот так, да? Да, все, понял. Ну-ка, как это выглядит? Давай прямо на тебе опробуем. Ну, ты не зараженная, ладно. А, надо удерживать. Тут типа была вспышка. Так, парни. Ну-ка, рассказываем. Интересно. Так. Опа. А интересно. Че, нет? Понятно. Это, наверное, о чем-то другом. Я думал, может, оно это... Так. Интересно, что же вытворит Джек и Джо? Ну, тихо. У меня ОФ-фонарь. Подожди, ты кто? Думал, это Дринкл. Подожди, че у него? У него какие-то проблемы, по-моему, со здоровьем. Причем он в темноте-то, кстати, сидит. Можешь ему кинуть гранату. Не, он нормально, у него есть ОФ. Просто эти гораздо светлее. Где они? А, вот они. Так, ну ладно, че? У нас есть игрушечка теперь. Теперь мы можем устраивать обыски свидания, какие-нибудь. Так, где еще у нас? Новенького. Может, здесь есть что-нибудь написанное секретным посланием? Че это было? А, типа ночь наступила? Теперь мы можем... Теперь мы можем здесь все просканировать. Устроить реальный обыск и свидание. Ну да ладно. А че делать-то дальше? Карта. Ой, дневник, вернее. Ничего не появилось здесь. Вообще, я побегал, конечно, по городу. Посмотрел бы, может, вдруг че появилось? А вдруг ничего не появилось? Потому что я уж так бегал, ничего не появлялось особых. Ну, когда как? Так, нам типа... Ага. Чего? Обсерватория с базами. Угу, была разрушена давно-давно ради своих поисков. Добудьте информацию о заказанных ОФ-лампах. Двадцать четыре метра. Ну, походу, мы идем... Я понял, куда мы идем. Мы... Подожди. Мы идем к Джоану. Судя по всему, да. На корабле? Вчера мой младший заявил, когда я вырасту, я хочу пить ренегатов, а не торчать на корабле, как вы с папой. Да ладно. Ммм... Можем поговорить, кстати. Интересно, почему это все кончится. У меня плохие предчувствия. Здорово, друг. Кто ты? Я от экспедитора. Проверить статус заказа. Да-да. Миротворцы думают, что у нас вещи появляются по волшебству. Покажи мне, где твой командир, и я от тебя отстану. Хуан сейчас занят. У него нет на тебя времени. Пусть найдет время. Меня прислал Джек Мэтт. Хуаном никто не командует, друг. Хуан это просто... Хуан. Смирись. Логично. К тому же он не здесь. Хочешь его найти, спроси у секретаря. Но помни, ты на территории снабженцев. Следи за манерами. Угу. Интересный диалог у нас произошел. Штаны поменяй. Ясно. А, ужас. Я ищу Хуана Райнера. Вас нет в его расписании. Это срочно. Меня прислал командующий. Наэль. Значит, вы от месье Жака? Жак? Жак Мэтт. Месье Райнера здесь нет. Могу передать сообщение? Нет. Я должен поговорить с ним лично. Где он? Я ничем не могу помочь. Где месье Райнер никого не касается. Можете подождать. Можем. Что-нибудь еще? Я подожду. Но ты скучная. А твой босс? Как он развлекается? Месье Райнер известный ценитель всей радости жизни. Еды, питья. И почти всего, что передвигается на двух ногах. А сейчас он тоже рядом с одной из этих радостей. Мне можно его навестить? Хорошая попытка, но нет. Нельзя. Эйден не зря читал книжки. Пути сюда. Мэтт будет не в восторге. Хуана не особо заботит чувство жалкого майорушки. Заходите еще. Понятно. Сервис. Луан? Эйден? Ты уже отвоился в городе? Я в процессе. Мейер с Джеком послали меня в отдел снабжения. Классные ребята. Не то, что другие миротворцы. Наверное, потому что они не миротворцы. Их истинная вера – бизнес. Ясно. В общем, я не могу найти их босса. Хуана? Он не любит быть на виду. Наверное, притаился где-то в рыбьем гладе. В закусочной? У этого сукиного сына даже есть свой столик. Платит повару, чтобы тот готовил ему особые блюда. Живет так, будто эпидемии и не было. Поищу его там. Удачи в поисках. И удачи, если ты найдешь его. Ну, что можно найти? Что читаем? Ничего секретного не читаем. Ага. Да. Что читаешь? Мы тоже умеем. Что читаешь? Что ты читаешь? Маскарад Маркиза де Сада. Любитель бомдаша? Эм, боюсь, нет. Как-то меня пытались связать. Плохие воспоминания. Ну, конечно. Не переживай. Может, когда-нибудь им станешь. Ну, да, сейчас еще парашек книжечек почитаем. Мне пора. Аребуа. Понятно. У нас тут все такие прям французы. Так, ну, что, пойдем устроим настоящий обыск и свидание. Ну, а что, нормально все. Даже очень чисто. Прыгать нельзя. Комната жениха. Это тоже дверь? Нет, это не дверь. Да, не может быть. Прям отражается. Прикольно. Ну, в смысле, меняет прям на похожие оттенки в реальности. Что здесь веселого? Ну, ничего. А здесь еще написано? Ага, ничего. А здесь ничего нету. Ну, мой. Попро... Здорово. Что читаешь? На какой странице можно, короче. Ему тут никто не написал, типа, лох там или еще чем-нибудь в этом роде. Нет. Ладно, мы поймали интересную игрушку. Подожди. Куда нам идти-то? Что нам делать-то вообще дальше? Угу. Угу. За поставку отвечает Хуан Райнер. Он не у себя. Угу. У закусочной. У Фрэнка. Так, а здесь еще интересного. Опять исследование. А, вот я что хотел посмотреть. Блин. Ничего нету. Чек. 72. Это все мы помним. Ладно. Чего уж там. Пискиперы. Разыскиваются. Причем у них только одни и те же люди разыскиваются. Которые уже, наверное, сто лет как убежали. Так. Давай нормальный теперь фонарь включим уже. А у них тут это. Видимо, место такое. Времена меняются. Теперь ренегаты повсюду. Если понадоблюсь, я по далекому. Скажи, ты не видел Вилчика? Его с нами не было. А что? Кого? У меня к нему дело. Ничего срочного. Так, ну типа нам куда-то надо идти. Ой, опять надо здесь по этому длинному пути. Ну ладно, вдруг кто позвонит. Сейчас проверим как раз ночью на зараженых что-нибудь. Как что работает. Правда, это интересно на каких... А, кстати, надо почитать, что он нам дает этот фонарик еще. Ну, его же можно вкачать. Так, ну-ка. Впечатляющий ассортимент, да? Вспомните Филиппа Киркорова. Так, максимальная энергия 8, это следующее улучшение. Время перезарядки 12, размер конус средний, эффект вспышки нет. Увеличивает размер конус света и заряда батареи. Ну, что-то как-то... Ну, как-то что-то жаба давит, конечно. Что-то я пока не понимаю, о чем это все. Обязательно вернусь. Ну, первое. На очереди. Из Идии. Ой, там этот. Че-то как-то слабовато, конечно. Ой-ой-ой. Куда я полез-то? Ладно, предположим. Отсюда можно стартануть. Стартануть куда? Мне не хочется сейчас по сюжету ничего делать, если честно. Потому что я уже что-то подустал. И вообще не собирался так длинно делать. Я говорю, не хватило там буквально 10 минут. По-моему, здесь что-то хотели посмотреть. Сколько время, кстати. Так, ну, блин. Че-то я вот помню, что там что-то было написано. Это еще подожди, 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 подожди. Безопасная зона. Интересно. Как мы ее заметили. Так, ладно. Че хотел, че не хотел. Ну, до автозавода мы никак не доберемся такими путями. Ладно, давай, короче. А че короче? Короче, ладно. Не сегодня. Потому что уже, ну, надо как бы с кайфом все делать. И в плане... Да, там ребята тоже думают, что пора прилечь. И я тоже думаю так. Так что мы делаем финт напоследок. напоследок. Ну и по традиции по традиции увидимся где-то здесь. Так что всем до встречи.